Значит, пригласили НИИП по градостроительству, приезжала Малинова, главная архитекта НИИП по градостроительству, делала презентацию этого генплана, и после этого мы задавали ей ряд вопросов. И самый основной вопрос, который вызвал, как ни странно, бурную дискуссию, и, наверное, это не просто так было, значит, это вопрос о том, за что заплатили деньги. То есть, Совет депутатов до сих пор, я как председатель комиссии по градостроительству и все коллеги депутаты, не имеем на руках подписанного генплана с подписью и печатью, официальной версии. Это первое. После этого у нас разборка и шатание пошел. Дальше. Второе. Были проведены общественные слушания. На комиссии, на прошлом заседании комиссии я узнал, что это были не общественные слушания, а это были публичные слушания. Значит, мы остановились на этом и попросили в официальном порядке, я написал депутатский запрос, чтобы архитектура совместно с НИБИ по градостроительству и так далее, и так далее, предоставили все документы. Первое. Заверенную копию генплана с подписью и печатью на бумажном и электронном носителе. Первое. Для того, чтобы... Почему это так? Сразу скажу. На вопрос Малиновой, что она сказала, что мы даже генплан не видели, я отвечаю, что я его очень хорошо видел. И видел, по крайней мере, 10 версий вот этого документа, уже в эти версии вносились изменения, компетентное заявляю и под камеру, после того, как акт подписания работ был подписан, акт выполненных работ по этому генплану. Поэтому мы попросили официальную версию с подписью и печатью, чтобы мы могли с ней начинать работать. Куда вносить изменения? В какой документ? Где они? Чтобы мы могли сформулировать свои предложения и так далее. Вопросов очень много. Это первое. Второе. Мы попросили протокол публичных слушаний, заверенный с подписью и печатью. Если это были у нас публичные слушания и проведены. Соответственно, в этом протоколе должны были быть обозначены вопросы, которые жители задавали и так далее. И, соответственно, результат работы этого института НИПИ по градостроительству, значит, где они должны были учесть все эти вопросы. Это вот основные документы, с которыми мы должны были ознакомиться. И третье, что мы запросили, это проекты, в смысле, это документы, на основании которых этот генплан был разработан. Не просто ссылки на эти документы, сейчас объясню почему, а документы с подписью и печатью. Это на каком основании водоохранные зоны были нанесены, на каком основании была охранная зона Лавры нарисована на проекте и так далее. Это вот хотя бы, как минимум, вот эти 2-3 документа, которые должны у нас быть с подписью и печатью. Вот этот приказ Росохранкультуры, на который ссылается НИПИ по градостроительству, когда разрабатывали вот этот генплан, его в живом виде никто не видел, и я не видел, и никто не видел. Приходили сотрудники районной администрации, которые от суды проигрывали иски, они его в руках не видели. Имеется только ксерокопия этого документа. Напомню, что этого Росохранкультуры, такой, значит, структуры больше нет. Есть Министерство культуры, а Росохранкультуры сейчас нет. Все. Это почему вопросы эти возникли. И в проекте генплана в одном месте вот эти зоны так нарисованы, в другом так, в третьем так. Это вот 10 вариантов, о которых я говорю, которые я видел. Зоны нарисованы хаотично и разнообразно. Что касается береговой полосы и водоохранной полосы. У реки Кончура в одном месте 50 метров, в третьем месте 70 метров, в четвертом месте 20 метров. И все закрашено одним цветом. Чем отличается водоохранная полоса от береговой полосы? Объясняю, в береговой полосе строить нельзя вообще. 20 метров она в зависимости от протяженности речки. От протяженности... Нет, нет, там 5-10 километров, там 20 километров регламентируется водным кодексом. И есть водоохранная зона, в которой с определенными, так сказать, условиями, ограничениями можно строить. На что мне госпожа Валинова заявила. А что вы считаете, это правильно, если в водоохранной зоне строить? Я ей сказал, что я могу считать, что это неправильно. Но это мое личное мнение будет. Точно так же, как и мнение уважаемого главного архитектора. Но мы должны ссылаться в свою деятельность исключительно на закон. И если есть береговая полоса, в которой строить нельзя, вы ее будьте добры обозначить как береговой полосой. А если водоохранная зона с особым режимом эксплуатации этих земель, обозначьте ее, пожалуйста, особо. То есть другим цветом выделите и так далее. Потому что бы не было вот этих вот, так сказать, всяких разных инцидентов, когда одному человеку в водоохранной зоне разрешение на строительство подписывается, а другому нет, и он идет в суд и проигрывает. Вот эти все вопросы мы обсудили, сформулировали три вопроса в решении комиссии. Первое. Предоставить нам официальную, заверенную копию генплана. Раз. В бумажном, в электронном виде. Второе. Предоставить проекты документов, на основании которых нормативных, был разработан этот генплан, чтобы мы на соответствии их просто проверили. Ну, поработали, помогли, в том числе, этому институту. И третий пункт. Значит, и протокол публичных слушаний. Если он был, если эти публичные слушания проходили, соответственно, там же я попросил в этом депутатском запросе протокол мне дать. Дальше дать постановление, на каком основании эти публичные слушания проходили. Если они действительно были. Дальше копию газеты где-то опубликовалось. И итоговый документ. Да. Вот, собственно говоря, это три вопроса было. А, еще попросил я, значит, о том, чтобы нам предоставили в конечном итоге договор, на основании которого были выполнены работы по этому генплану. На какую сумму, по каким срокам и так далее. И от выполненных работ доплачивалось. Напомню, что я три раза писал как депутат запрос на это основание, в том числе в управление архитектуры. Ответа я не получил. И этих документов не получил. Уже в прошлый раз на комиссии мы договорились. Уже и Малинова сказала, что хорошо, я вам дам. У нас выяснилось, еще вам на комиссии скажу, что очень интересные факты. Что у нас всего в одном экземпляре этот генплан есть в архитектуре. 30 с лишним миллионов мы потратили. Непонятно на что. И, кстати, точную сумму мы не знаем, сколько мы все-таки потратили. Это вот одна составляющая была вопроса. Нет, там извините. Еще и оказывается есть правила землепользования и застройки, которые мы должны в рамках генплана принимать. Тоже мы их в пакете должны принимать. И мы, значит, выделили деньги, заключили договор с непонятно какой организацией на разработку этого. Я тоже попросил в депутатском запросе предоставить мне официальный документ. Кто у нас разрабатывает эти правила землепользования и застройки, когда этот проект будет готов, когда мы его начнем обсуждать. А то интересная ситуация получается, что администрация работы принимает, работы выполнены и так далее. А утверждать и вся ответственность на утверждение вот этих вот документов, в общем-то для города, ну, вот краеугольных, исторических, можно сказать, будет лежать на депутатах. И от того, что мы там с вами напринимаем, все будут говорить, это депутаты приняли. Понимаете? Я хочу услышать ответ на эти все мои вопросы. И следующее, значит, перейти уже к обсуждению генплана. У меня там порядка, например, ну, тут 19 вопросов там самых разных, именно по вот самому генплану. Остальных, коллеги, я прошу просто принять участие. Мы несколько заседаний комиссий проведем, ваши вопросы сформулировать, внесем в протокол. И потом тогда, может быть, Малинова нам, она снизойдет до нас и что-то там внесет изменения, как она сказала. А если это будет, так сказать, несложно. А если сложно, значит, нам понадобятся еще какие-то деньги. А вы понимаете, что это конкурс и может выиграть совсем другой человек, другая фирма на вот эти вот работы по генплану, на приведение его в соответствие. И что мы в итоге получим? Сырой документ, за который мы заплатили кучу денег, и непонятно, какая фирма будет в него вносить дальше исправление, изменение.